Итак, несколько дней назад я побывала в Оренбурге. Ого! С чем у тебя ассоциируется этот город? С платком! Ну, конечно, Оренбургский пуховый платочек, но в этом небольшом городе население всего 500 тысяч человек, основан он был в далеком 1734 году, есть кое-что поинтереснее Оренбургского пухового платочка. Итак, чем у меня запомнился этот город? Ну, в первую очередь, визитная карточка – это пешеходный мост через реку Урал, который соединяет два континента, два берега реки, находящихся в разных частях света. Пешеходный мост так и называется – Европа-Азия. Длина его составляет 220 метров, вес примерно 900 тонн. Почему 19-то? На набережной возвышается памятник Валерию Павловичу Чкалову, выдающемуся летчику. Этот памятник был установлен в 1953 году. И если говорить, кстати, об истории города Оренбурга, то в период с 1938 по 1957 год город назывался Чкалов. Шестиметровый памятник стоит на 7-метровом пьедестале. Выглядит очень эффектно, потому что он находится в конце, ну или можно считать в начале, пешеходной улицы Советской. И вот пока ты двигаешься по этой улице, ты все время видишь этот памятник вдалеке. В общем, красиво. Рядом с пешеходным мостом установлены Елизаветинские ворота в Азию. Они являются точной копией старинных ворот, которые были пожалованы императрицей Елизаветой I в 1755 году. Я их когда увидела, думаю, ничего себе, они такие старые. Но оказалось, нет, это копия. И по преданию старожилов, если двое влюбленных сфотографируются под этими воротами, то их ждет свадьба, благополучная и счастливая жизнь. Вот так. Так что приезжайте в Екатеринбург и идите к Елизаветинским воротам. Давай двигаемся дальше. Я уже заикнулась про советскую улицу пешеходную. Ну, это местный Арбат. Своеобразный музей под открытым небом, длиной 3 километра. Здесь находятся 4 театра, множество старинных домов, в которых жили, работали, учились известные люди. Ну, например, Юрий Гагарин. Он закончил Чикаловское военное авиационное училище летчиков. Пушкин и Даль. Да, верно. Пушкин приезжал в Оренбург для сбора материалов про Пугачевский бунт. Такую Даль? В Оренбург, конечно. Даль... Я поняла твою шутку. Даль начинал здесь писать толковый словарь. Юлиан Семенов писал здесь свою первую книгу. Кстати, вот, как видели вы уже, есть памятник Пушкину и Далю. Скульптурная композиция, кстати, стоит на месте разрушенной большевиками церкви, которую во время своих поездок в Оренбург посещали Пушкин и Даль. Что за мать и дитя памятник? Это не мать и дитя, это памятник первой учительницы. Очень, кстати, трогательно, интересный. И, как видишь, сзади расположена памятная стелла, летопись учительской славы Оренбуржья с фамилиями лучших педагогов области. Вот так. Сейчас так впечатление не ходит уже. Ну, смотри, значит... А, вот это, кстати, моя фотография, это я фотографировала. Так, ну расскажи. Это, ну, это памятная доска, так скажем, на училище, где учился Юрий Гагарин. А! Вот так. Но, смотри, пешеходный мост, да, улица Арбат с различными памятниками, старинными домами. Но в каждом городке есть такая своя изюминка. Главное, завернуть в нужный дворик. Я за это, кстати, очень люблю заходить в дворы, потому что снаружи смотришь такой, ну, красивый фасад. А что внутри? Либо тоже будет просто красиво, либо будет какое-то, например, современное искусство. Так вот, на Советской улице нужно завернуть во внутренний дворик дома номер 27. И здесь вы увидите так называемый истлевший угол. Здесь появились граффити-цитаты из творчества Алексея Иванова. Ну, если ты у него ничего не читал, то, наверное, хотя бы смотрел фильм «Географ Глобус Пропил». Не смотрел. Ну, надеюсь, кто-то из наших зрителей видел. После выполнения всех работ художниками сам Алексей Иванов тоже приехал и поставил свою подпись на этой стене. И место появления этого арт-объекта, мне кажется, абсолютно обусловлено тем, что и дом старый, 1910 год, сохранился очень даже неплохо. И еще что самое классное, что к этому истлевшему углу ведет необычная арка. Она длиной 30 метров, и в этой арке вся история Оренбуржья. Сделано оно очень классно, очень ярко. Это как будто бы, знаешь, какая-то кинолента видений. Ну, во-первых, нарисована карта, а потом идут события, видишь, через вот такую киноленту, что, где, когда было. В общем, ряд объектов, образов, отражающих определенные этапы жизни города. Даты и лаконичные подписи. Это все одни учебник истории. Это такая удочка заброшена, мол, а посмотрите-ка вы сами. Вот видите какой-нибудь парк Тополя, 1889 год, да, а что там было, как он появился. Это повод самому немножечко углубиться в историю этого города. Караван-сарай, сарай, это же дворец турецкого, там, то есть, получается, турки что-то строили. Тут тоже было. В общем, видишь, я тебя заинтересовала. Ты меня очень заинтересовала, я тебе больше скажу, у меня Мэл Хаджиев, друг, он меня туда звал, говорит, приезжай. И я все думал, думал, а вот теперь я понял. Скоро увидимся. Продолжение следует.